Мхитарян – единственный очевидец убийства Александра Чумарина. Сегодня на суде он заявил, что собственными глазами видел, как подсудимый Самад Хазипов вонзил нож в хоккеиста. В ночь преступления 2 июля 2017 года Мхитарян вместе с другом распивал спиртное в гараже по улице Краснофлотской в Сухоложском посёлке. Позже к компании присоединился подозреваемый Самад Хазипов. Он предложил съездить в кафе «Девичья башня» и поговорить с человеком. «Они разговаривали на бомбышном канале, потом сказал, что Александр Чумарин сказал, что мне нечего, что мне нечего, что разговаривали, и ушел. Хазипов в свою машину, я запустил машину. Чумарин-то куда ушел? В полное направление? Обратно в кафе? Нет, он сказал, что под лепит и ушел. Потом, рассказывает свидетель Мхитарян, подозреваемый попросил отвезти его на остановку на улице Быкова. Именно там и произошло убийство Александра Чумарина. После этого подозреваемый погрузил тело Александра Чумарина в багажник и под угрозой жизни приказал Мхитаряну ехать в карьеру. Адвокат подсудимого Венира Зайнулина подвергла критике показаниям Хитаряна. Очень много в его словах было нестыковок. Свидетель заявил, что в ночь преступления личности убитого ничего не знал, а уже на следующий день заявлял, что погибший – хоккеист. День, когда вы описывали эти события, вы знали, что это хоккеист? Нет. Я его знал, я его знал, что это вам. Логика ваша вообще просто отсутствует. Поясните тогда, мне непонятно. Вы говорите, что 1 числа вы не знаете, что это молодого человека, фамилия Чумарин. 3 числа вы уже знаете, что это хоккеист? Я его понял, видел, друзья, тоже, как фотографии. Прописывал, что это мог. Также главный свидетель Мхитарян заявил, что сообщить о случившемся не мог, поскольку его запугали. Также на заседании допросили ещё одного свидетеля, работников ГОКа. Он пояснил, что в карьер, куда предположительно сбросили тело хоккеиста, до начала поисков самосвалы высыпали 40 тысяч кубов песка. Добровольцам удалось просеять 46 тысяч кубов породы. Однако найти тело не удалось. Также поисковики не обнаружили каких-либо личных вещей погибшего. Если там вообще тело, если столько количества песка просеяно, то ничего не обнаружено. То есть, на тело могло попасть вниз, в сам карьер. Это ещё до видения работы. Глубина карьера 500 метров, уклон 70 градусов, поясняет Алексей Литвинов. Большая вероятность, что тело хоккеиста на дне карьера. Напомним, убийство Александра Чумарина произошло в июле 2017 года. Далее разбираться в преступлении и допрашивать свидетелей будут 16 мая. Именно на эту дату перенесено слушание по делу об убийстве хоккеиста.